Зерновая сделка прекратит свое существование, если стороны к 18 мая договорятся о ее продлении. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. 18 мая истекает строк соглашения, пишет газета «Коммерсант». Российская сторона недовольна тем, как удовлетворяется вторая часть зерновой сделки, связанная с вывозом российской сельхозпродукции. Инициатива, приносящая односторонние выгоды, вряд ли может быть признана всеми, сказал Вершинин. Черноморская зерновая инициатива впервые была согласована в июле прошлого года. Сейчас ведутся переговоры по поводу дальнейшего продления действия этой сделки. Среди главных условий Москвы для следующей пролонгации договоренностей – возвращение Россельхозбанка в систему международных платежей SWIFT, а также восстановление поставок АМИАКа по труппопроводу Тольятти-Одесса.